Камчатцы могут остаться без дешёвых авиабилетов. Аэрофлот должен постепенно уходить от убыточных плоских тарифов. Об этом заявил глава компании Виталий Савельев, передаёт Интерфакс. По словам гендиректора Аэрофлота, эта программа убыточная и в целом является нерыночной мерой. Он отметил, что плоские тарифы достаточно серьёзным временем ложатся на экономику Аэрофлота. Напомним, что плоские, то есть не меняющиеся в течение года тарифы, Аэрофлот ввёл четыре года назад. В 2018-м к программе присоединилась и авиакомпания «Россия». Сейчас они действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск, Магадан, Симферополь и Калининград. Эти перевозки не субсидируются государством, убытки от них покрываются за счёт более доходных маршрутов Аэрофлота. Новость о том, что дальневосточники могут остаться без плоских тарифов, возмутила жителей Камчатки. Думаю, это просто разговоры. Я не думаю, что это будет так. Ну, это, не знаю, моё мнение. Но это просто лишить людей вообще выезда отсюда. Зачем? Я не думаю, что это в интересах и власти, и Аэрофлота в том числе. Семья не вылетит сто процентов. Ну, ладно, командировочные. Ну, и всё на это. Мы и так здесь, как заключённые. Если это отнимут ноги, просто не смогут поехать. Потому что у нас так заработки маленькие. Ну, все позволить не смогут. Уехать на материк. Вот и всё. Даже на отпуск. Люди всё равно будут летать, будут брать кредиты, будут занимать у знакомых, у друзей. Но всё равно будут как-то выезжать отсюда, потому что с детьми в любом случае надо выезжать на море, на отдых. Я думаю, что просто будет больше кредитов, наверное. И не все другие смогут, потому что есть зарплата 20 тысяч. Я думаю, что эти не смогут. А потом есть семьи молодые, где двое детей. Тоже не смогут. Поэтому я против. Вообще бред. Бред. Везде ущемление, везде какие-то непонятные такие вещи творят, что как будто мы не люди, мы не хотим ни летать, ни жить, ни существовать никак. Некрасиво правительство ведёт себя. Я думаю, мы просто станем закрытым регионом, который не будет выезжать в принципе никуда. К сожалению, это будет более чем пагубно. Люди, которые не будут иметь возможности осуществления государственного перелёта, то есть от предприятий каких-то, может быть, военные, в принципе, государственные чиновники, скорее всего, отсюда выбираться в принципе не будут. Я думаю, что, наверное, не смогут летать не только работяги, у которых семья 4 человека, но в принципе люди с тем доходом, который считается у нас средним. Потому что билет всё равно не дешёвый. И даже когда он выходит 20 тысяч туда и обратно, соответственно, это всё равно бьёт по карману и по рублю. Этих пропагантов надо вот так вот. А у нас зарплата-то какая? 30 тысяч рублей. Как мы должны покупать билеты выше? Не летать в Украину? Нет. Камчатка загнётся? Конечно, загнётся, что никто не будет ездить. Не ездить, не летать, поэтому не надо. Мы вообще из Псковской области, и мы сюда прилетели по тарифу 22 тысячи. Ты за сколько прилетела? За 22 тысячи. За 22 тысячи, да. И только из-за того, что было 22 тысячи, мы сюда прилетели. Ну, тут-то ещё оставили 150. А если бы было 40, мы бы вообще не приехали сюда и ни копейки бы тут не оставили. Напомним, что по плоским тарифам слетать до Москвы и обратно на самолётах России стоит 22 тысяч рублей, а на аэрофлоте 25 тысяч. Эти билеты дальневосточники разбирают, как горячие пирожки, покупая задолго до планируемой поездки. Особенно, если дело касается летнего отпуска. В этот сезон доступных билетов практически не остаётся. И чтобы добраться до столицы, камчатцы вынуждены покупать оставшиеся дорогие билеты, стоимость которых может превышать 100 тысяч рублей.